сон это полигон сон это полигон где человек может при определенных при определенном понимании физиологии сна физиологии реальности много чего подчеркнуть достать полезного для управления реальностью в реальности а именно он может показать тебе сон покажет тебе как что такое намерение то же самое которое проецирует делом там кастанеда как как вообще работает намерение причем почему намерение в реальности нам сложно отразить ну потому что есть некая инертность некая отложенное воплощение мечты во сне поскольку мы понимаем природу сна поскольку мы во сне по сути проходим определенную очень интересную фазу мы просыпаясь во сне начинаю перестаем быть персонажами сна и начинаем себя понимать во сне что мы на самом деле не части той реальности сна в которой на самом деле если изучать сон как таковой то сон та же самая реальность у него те же самые физические как говорится ощущение от предметов от материалов от вещей и так далее то есть если для начала воззадачиваться тем что проснувшись во сне ты просто поизучаешь да из чего он соткан насколько он там сопоставим с реальностью которая нас сегодня окружает когда мы как бы не вне сна то ты понимаешь что суть одно и то же что там что там предметы и вещи и вообще все выглядит одинаково персонажи сна которые нас окружают во сне точно так же как и люди в нашей реальности покрыть тебя у виска когда ты начнешь им объяснять что ребята я только что проснулся и вы все мои мой сон вы все персонажи там моего сна а вы юниты персонажи себе сонология компьютерной игры проводить то все персонажи моего сна естественно тебе скажут молочек ты с ума сошелся давай занимайся тем чем ты тут должен заниматься не не ребята я только что себя осознал во сне я знаю кто я знаю где и так далее и тому подобное если с этого момента ваш сон ваш мир для вас реальный перестает быть для меня реально и я здесь пожалуй позанимаясь тем что поразвлекаюсь поэкспериментирую с намерением поэкспериментирую с изменением в реальности сна я здесь для этого ну и соответственно как только ты это осознаешь во сне для тебя собственно все законы все правила сна перестают существовать существовать с точки зрения что ты можешь уже не зависеть от них ты можешь уже спокойно и как говорится оперируя пониманием как себя надо вести чтобы изменить реальность сна начинаешь это делать как же вести себя надо во сне но для того чтобы изменить что-то во сне первое правило это не напрягаться то есть когда нам показывают волшебника который делает магические пасы там напрягает мускулы там вены ногу вспухает и из этого происходит какое-то изменение нам как какой-то там фантастической реальности это все не то чем больше ты пыжешься и настраиваешься на нужную волну с помощью усилия во сне тем меньше происходит изменение реальности сна вернее она происходит ну кстати заметить не грех что она сильно происходит она происходит но неэффективно то есть например если ты во сне хочешь расколоть усилием воли стекло в окне который ты перед собой видишь она даже треснет то есть это значит что сила намерения даже тогда когда ты к жилишься и поступаешь неправильно она как бы существует она работает но это больше похоже на то что как бы колоть дрова там тупым концом топора или вообще плашмя бить по полену и думать ну чё ты давай колись она не колется потому что физиология другая да то есть и вроде бы наносишь удар и затрачиваешь силы там даже прикладываешь больше сил чем нужно но у тебя по сути все равно происходит просто удары по дереву она трясется она даже деформируется появляются отметины но в целом она никогда не расколется и когда ты во сне начинаешь прилагать усилия для того чтобы что-то в нем изменить происходит примерно то же самое ты лупишь по реальности там мощно напрягая голову там реальность только трещит деформируется немножко но в целом остается неизменим для того чтобы во сне молниеносно то есть тут же там произошло то что ты хочешь механизм очень простой тебе нужно просто представить как это уже произошло то есть представить себя на секунду позже чем ты есть сформировать образ как будто это уже произошло но об этом многие говорят в целом это так и работает для чего нужен сон еще нужны тренировки во сне для того чтобы увидеть как это работает я проводил массу экспериментов во сне там помню обычно это возникает как удается во сне проснуться то есть ты оказываешься в пучине каких-то событий сна которые происходят и ты момента просыпания был в нем как бы персонажем живущим по законам этого сна соответственно тебе было холодно страшно там невозможно возможно то есть ты жил ты испытывал переживания совместимы с переживаниями аналогичные с переживаниями здесь в реальность которым переживаем когда у нас что-нибудь происходит не от по нашей боли как нам кажется мы всегда очень сильно переживаем испытываем эмоциональный какой-то там момент и пытаемся опять же усилиями своими прикладывая усилия решать эти какие-то стрессовые ситуации условно говоря если нас где-то давит мы либо давим в ответ либо продавливаемся и как-то ускользяем но и переживаем переживаем и думаем как же это решить как же это поправить и как правило все мы знаем да как во сне если тебя преследует кто нибудь да ты не можешь убежать преследователя это как некая такая липучая зависимость ноги не не бегут там педали не крутится мотор не едет и кто такое в реальности то же самое происходит когда на нас начинают давить мир общество ситуация мы понимаем что это что-то сверх не сверх естественно а сверх наших сил то есть если там на тебя давит группировка людей да там неважно государственная структура или криминальный или просто вас конфликт мнений с одним человеком другим до между усопиц какая-то то ты не всегда готов достойно выйти из ситуации кто-то сбегает кто-то там погибает кто-то там калечится и ну не даром же говорят а ты отпусти ситуацию ты как бы посмотри на нее со стороны так далее и тебе станет легче это такой совет практичный такой понятно человеку просто отпусти ситуацию и все это застанет на свои места это сложно сделать но это но это как бы из психологии современного до понимания там без всякой фантастики если если мы говорим про управление сном то понимание как намерение которое ты вот намерение есть вот то самое состояние когда ты видишь ситуацию уже произошедший и видишь во сне тут же да происходит потому что она происходит меняется сразу понимая что вот так этот механизм работы то есть чем более ненавязчиво более спокойно естественно природно ты увидишь все органично увидишь ситуацию должна сейчас произойти которая тебе нужна я на как происходит так как уже видеть тем больше ты понимаешь механизм воздействия но во сне есть очень главный фактор который отвечает нас от реальности если в реальности мы а то есть если во сне проснувшись во сне мы понимаем что мы проснулись во сне и в данный момент мы не являемся персонажем сна а являемся совсем другим человеком который спит и видит этот сон то в реальности мы не можем пока вспомнить что мы кто-то другой и это наш сон того другого логически мы сейчас это понимаем мы прекрасно понимаем что этот скорее всего тот же сон вот эти слова скорее всего уже есть маленький момент что-то нам где-то вдруг нет но на самом деле тут фишка в другом это какая-то золотая грань ведь по законам сна вспомнив себя абсолютно ты превращаешь ну как будто упраздняешь сон как таковой дюс он перестает быть значимым перестает иметь какой-то смысл и все на что тебя хватает во сне это немножко поразвлекаться кто-то экспериментирует как я во сне кто-то там просто там получает какие-то новые впечатления являясь жителем этой реальности в той реальности ты супермен соответственно поняв что ты всего лишь спишь и управляешь по реальному вот в этом как бы фишка как бы нам лучше проехать все всегда лучше ехать рядом с роутс-ройсом вот меня сейчас какой-то роутс-ройс догоняет наверное я какие-то затрагиваю в этом диалоге монологию затрагиваю какие-то грани которые сгущают вокруг меня реальность которая сейчас моя ну так вот вернемся как говорится к нашим не бараном альдебараном вернемся к нашим значит из практичного совета даже не совета опыта наверное уж советом это может быть или не советом каждый выбирает себе самостоятельно то есть сон можно и нужно мне кажется использовать для того чтобы просто понимать природу всего происходящего если ты хотя бы на секундочку допускаю что в принципе твоя режима там житейская сегодняшняя человеческая реальность является по сути таким же словом только в котором ты еще не проснулся которым для себя еще не вспомнил но понимая природу всего происходящего допуская ее там на семьдесят восемь процентов ты можешь просто попробовать производить манипуляции с реальность как я это делаю если в данной реальности в которой я нахожусь отсутствует тот момент которым я могу себя вспомнить значит что я могу вынести из сна я могу вынести из сна то ощущение которое возникает у меня когда я меняю реальность сна вот очень подходит сюда термин космос как предчувствие когда во сне ты делаешь неправильное действие вот это ощущение комплекс космос как предчувствие тебя не посещает ты как бы что-то напрягаешься делаешь ну и чувствуешь себя как бы как в реальность ну я напрягаюсь ничего не происходит уже происходит здесь ничего не происходит но как только ты понимая как бы начинаешь как говорится размышлять и понимать как делать нужные действия и соответственно применяешь правильное намерение по правильному принципу намерение необходимое то соответственно ты как только как только ты изменил реальность сна у тебя сразу возникает такое сердце только в сердце оно и может возникнуть некое ощущение чего-то вот это вот космос как предчувствие такое предчувствие как бы ну вот оно вот оно да вот это чувство никогда не спутаешь ни с чем другим тем более когда ты увидел почувствовал в разных постасях где мы его чувствуем мы его чувствуем состояние дежавю мы его чувствуем иногда в алкогольном опьянении мы его чувствуем иногда вернее не иногда если употребляем какое-то наркотическое средство я думаю что ради такого опыта один раз в жизни может быть стоит что-то попробовать просто чтобы понять что это за ощущение клинической смерти мы его ощущаем мы вообще видимо в смерти потому что что такое смерть это как раз переход в другое свое физическое состояние вернее в свое привычное состояние там где ты себя помнишь знаешь и понимаешь ну так вот совершая во сне определенное действие которое вызывает изменение сна ты чувствуешь вот это состояние вот этот космос как предчувствие ты его сразу же отразил все вот оно есть и дальше идет как бы подгонка под ответ то есть когда ты уже в реальности начинаешь проводить подобный эксперимент ты понимаешь что ну во первых тебе не надо напрягаться тебе не надо там надувать вены на лбу а тебе нужно именно спокойно представить ситуацию как она уже произошла и вот как только ты правильно складываешь состояние намерения в своей голове в реальности физически реальность и тебя тут же возникает это ощущение твое сердце сразу посещает космос как предчувствует не знаю почему этот термин вы выбрал но он мне прям кажется вот прям про это ну и соответственно ты понимаешь что если ты в реальности сделал правильно сложил намерение и испытал вот это ощущение даже в то что ты до конца не веришь что ты все-таки спишь вернее еще не вспомнив себя ты понимаешь что ты изменил реальность а дальше тебе надо просто наблюдать и ждать воплощение того что ты задумал и когда ты делаешь это вот через такой опыт события как правило которое ты загадываешь происходит намного быстрее то есть она может быть произойти буквально через несколько секунд но это уже опять же как тренировки если ты работаешь над этим вопросом и к нему достаточно серьезно относишься то ты понимаешь что ну для тебя это стало реальность тебя это стала практикой для тебя это перестало быть заключением тем более когда ты уже там больше сотни примеров как и со своей собственной шкуре испытал увидел понял отразил в реальности то работая ежедневно постоянно вот в этом ракурсе ну ты понимаешь что все так как ты и думаешь и соответственно твои успехи они как говорится все более успешно то есть эксперименты даются более более положительный результат ну потому что ты как говорится не мытьем так катанем ты не проснулся здесь чтобы вспомнить себя до конца и тем самым празднить сон этой реальности вернее реальность этого сна ты как бы сохраняешь такую золотую грань я как бы себя до конца не вспомнил хотя мысли меня часто посещают что я не тот кто есть на самом деле и многие вещи ассоциативные тоже возникающие в твоей голове говорят тебе о том что вот-вот-вот почти что вспомнил кто я есть вот так вот экспериментируйте с реальностью я думаю это вас не убьет она даже если убьет не бойтесь умирать вы делаете это постоянно кто-то сказал я сказал но это была часть вторая сеня кайнов работаем с реальностью она того стоит мы здесь для этого и оказались это же интересно а мы живем ради интереса нам надо жить вот в чем говорят смысл жизни вот смысл жизни в том чтобы было интересно когда тебе интересно ты испытываешь гамму эмоций широкую тебе интересно ты горишь ты живешь интересная жизнь это же интересная жизнь управлять реальность да нет